Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про AMX M4 MLE 49 французский тяжелый премиум танк 8 уровня прозябает где-то на дне. Почему мы будем про него говорить? Потому что на моем канале сейчас запущена рубрика, а именно она называется ангарная книга по прем танкам 8 левела. Что мы делаем? Мы катаем стрим, записываем сколько танк пофармил всего, сколько в среднем за бой. При всем приятном фарм учитывается только с резервами плюс 50 кредитом и больше ничего, ни бонусы, ни за задачи, ни за чего остального. Плюс дешевая ремка, аптечка, доппайок, потом записываем средний урон, средний ассист, оценку ставим по трем критериям. Фарм на гипогеймплей, там ссылочка на стрим, ссылка на видео, количество боев, процент побед. Все это доступно в онлайн Excel таблице, она 24 на 7, уже порядка 40 премов раскатали, уверенно найдете и вы там свой любимый танчик. Поэтому обязательно переходите в телеграм-канал, там эта ссылочка будет в закрепе, как только подписываетесь она у вас появится, поэтому обязательно заходите. Плюс там еще розыгрыш 100 тысяч голды ежемесячно, так что бегом туда. Ну а мы с вами поговорим про АМХ. И конечно же начнем с его бронирования, какое оно здесь есть. Вообще АМХ типа должен славиться своим бронированием, как нам говорят, и как вообще его располагает, что у нас здесь получается. Нижний бронлист 120 миллиметров. Ну согласитесь, это не так много, но смотрите какой наклон, поэтому здесь 120 превращается в 240. 240 нижний бронлист, согласитесь, это здорово. Верхний бронлист, он 190 миллиметров, реально толстый. И здесь тоже около 240, если подниматься выше, то будет около 260. Конечно, все еще зависит от угла. То есть если кто-то будет по вам сверху стрелять, пробивать, но если вы будете чуть выше находиться, то здесь приведенка будет действительно сумасшедшая. Плюс еще есть два вот таких вот, ну это не борта, да, вот такие вот сколы, относительно щучьи носы, если это можно так назвать, но это вообще прям по бортам. Здесь нереально пробивает 150 миллиметров, под приведенкой 305, поэтому никак вы здесь не будете пробивать. Только если данный танк начинает танковать ромбом, тогда борта не пробиваем, а вот здесь становится 215, прям царская зона. Так что пользуйтесь этим. Что касается вообще башни, башня, ну действительно бронирована неплохо, если так вот посмотреть. Да, где-то есть какие-то зоны по 250 солба, кто-то это может пробивать, допустим, тот же МХ на голде может сюда себя и пробивать. Во всем остальном, ну у данного танка здесь действительно тяжеловато пробить. Можно, конечно, ориентироваться по визуальной модельке танка и пытаться пробивать его куда-то вот сюда вот в щеке. Да, можно, но очень сложно зачем-то делать, когда есть укум башенка. Не то, чтобы она большая, но как бы ее выцелить просто на самом деле и снаряды она вот примагничивает, это как на фошах. То есть вроде бы не такая плоская, но даже с самых-самых дальних дистанций фош ловит снаряды в свою там дальномерку, башенку без разницы. Здесь то же самое, пробивается очень хорошо. Что касается бортов, борта здесь не супер жирные, они всего лишь по 55 миллиметров, ну и как бы пробиваются. То есть если вы будете доворачивать плохо, то будет пробиваться. А если калибр танка будет выше 165 миллиметров, да, потому что правило трех калибров, то, ну, я просто точно не помню, если у нас такие танки с такими калибрами, я думаю то, что какая-нибудь ББХ 10 уровня все-таки сможет нас спокойно пробивать. Наверное, на бронебойных средах под любыми углами, да, так и есть, потому что здесь калибр, здесь не написано, но калибр, по-моему, очень-очень... А, 183 миллиметра, ну, конечно, они могут нас вот сюда вот пробивать уверенно, видите, 55, то есть вообще без разницы, даже вот под таким откосом вас будет пробивать. Плюс ко всему есть еще надгусеничная полка, которая тоже хорошо пробивается, здесь 45 миллиметров. Здесь вам не нужен какой-то супер большой калибр, здесь подойдет калибр, ну, танка, у которых выше, там, 135, какой-нибудь 114 SP2, здесь калибр 152 миллиметра, этого тоже будет хватать для того, чтобы пробивать. Но уже борта под таким углом не сможет пробивать, почему? Потому что правило трех калибров. В общем, вот такая вот какая-то броня у АМХ, от арты может неплохо так получать вот сюда, потому что корпус большой, сам себе большой, даже если в борта под таким вот углом полетит, то тоже может очень неплохо пробить. Ну, что я могу сказать? Ну, прям вот расхваливать АМХ по броне, наверное, не стоит, да, все-таки это не самый бронированный танк на восьмом уровне, но если уж отфильтровать и посмотреть, сколько я на нем танкую, а мы и вчера покатали на стриме, все-таки коэффициент 0.85, то есть это 1100 в среднем за бой. Ну, много это или мало, но приблизительно столько же, как на защитнике, наверное, но чуть-чуть поменьше. То есть, ну, в общем, какая-то такая броня, выживаемость 35% у меня на нем. Я не могу сказать, что он прям, ну, вот сверх какой танкующий танк, но против шестерок, семерок действительно тяжело. Но когда вы играете, вроде бы, казалось, от крепкой башни, начинается проблема с вашей кумбашингой, потому что она снаряды примагничивает. Следующее. Что у нас здесь по орудию? Орудие само по себе неплохое с точки зрения только бронепробития и все. А дальше все остальное, ну, плохо. Ну, кроме еще, наверное, пару показателей. Во-первых, базовый снаряд пробивает 232 с альфой в 300 и скоростью 1000 метров в секунду. Но этот снаряд все знают, он на многих танках есть, поэтому это действительно очень-очень-очень хороший снаряд. Вот голдовый 263, тоже вроде бы грех жаловаться, но его не всегда хватает, потому что калибр у орудия всего лишь соточку, но и как бы подкол, ну, будет немножко рикошеть. Стоит 4000, что не так дорого, но при этом скорость полета 1250 вас будет радовать. Все, в принципе, на этом все плюсы данного танка и заканчиваются. То есть бронепробитие действительно плюс, плюс еще у ВНов пушка на 10 градусов не сопускается. И плюс, как бы это смешно не было, в точности, точность 0.32, правда, добиться этой точности вам будет тяжело, потому что пока у вас сводится прицел, можно и борщика покушать, и балтику девяточку бахнуть, да и кофейку, и без разницы. Ну, короче, очень-очень-очень долго, и это, ну, реально неудобно. Плюс ко всему стабилизация еще не очень, поэтому, ну, вот, о комфортности орудия здесь, наверное, кроме точности и УВН, ну, в речи больше и не идет. Альфа низкая, ДПМ-2200, это с вентилем, с досылателем, как бы еще и досылатель в бонусном слоте у вас горит, когда вы прокачаете полевую модернизацию. Кстати, ставить что-то с полевой модернизацией сильно большой разницы данного танка у вас и не будет, если вы что-то прям поставите, потому что там что-то улучшается, что-то ухудшается. Ну, а на мейксе нужно все только улучшать, ухудшать нельзя, поэтому проблемы будут. У нас 1500 запас прочности, и, казалось, хочется сюда поставить закалку, но если вы ставите закалку, да, вы получаете 1650 хп, но при этом у вас ухудшается и без того не самый наилучший ДПМ, и обзора нет, и всего-всего остального, поэтому на этот танк я закалку не стоял. Я играл вентиль, досылатель и стабилизатор, потому что вентиль хотя бы как-то поднимал обзор на 430, улучшал хотя бы как-то еще ДПМ какой-то, да, точность, там, сведение, все остальное, поэтому здесь, ну, вот как бы вентиль, на мой взгляд, нужен, ну, и стабилизатор обязательно с досылателем тоже. Поэтому как-то вот так вот. 1500 хп маловато для такого танка, у нас написано то, что он 40 вперед-15 назад, на самом деле 40 вперед ему и 15 назад очень тяжело сделать, ну, 15 назад-то ладно, а вот 40 вперед, конечно, это еще то испытание, и удельная мощность 14-16, кто-то сюда ставит, удельная мощность, кстати, неплохая, кто-то сюда ставит турбину и думает, что это, типа, круто. На самом деле здесь плохая проходимость и турбина сильно ему ничего не изменит, то есть, если у вас плохая проходимость у танка, турбина не поменяет ничего. Вот, допустим, я вот который раз сравнил с гусем, он большой, он бронированный, но он свои 28 берет вот сходу, на него сразу можно турбину ставить, это будет, ну, оптимально и это будет логично. На этот танк ставить турбину вообще нелогично, здесь и хп хочется улучшить, и то, и то, и то, и то, и другое, поэтому за турбину здесь забудьте, она не имеет никакого здесь абсолютно смысла, поэтому 40 вперед, 15 назад, уделка 14 кобыл, это ваше все, и больше у вас ничего не будет. Ну и, в принципе, если пройтись уже дальше по остальным показателям, которые здесь есть, а именно, ну, про маскировку, наверное, говорить не стоит, все-таки танк огромнейших габаритов, обзор 430 метров достигается с боевым братством, радиоперехватом, орлиным глазом, доппайком и вентилем еще в бонусном слоте, короче, вообще прям супер. Ну и по итогу, вот если взглянуть на АМХ, что у нас по плюсам? По плюсам это хорошее, действительно, хорошее бронирование, вот только салба, но нужно комбашинку убрать, вот это и будет хорошо, но уязвимые места есть у всех, да, но бронирование действительно неплохое. Во-вторых, хорошие УВНы, действительно, хорошие УВНы, хорошее бронепробитие, в принципе, на этом и все. Больше плюсов у данного танка нет. Я долго думал, почему он, ну, не то что не играбелен, он, в принципе, в рандоме практически не встречается, а я напоминаю то, что он в патче с 0.9.16, а он вышел 4 октября 2016 года, не знаю, символично это или нет, но карта Париж тоже в тот момент выходила, поэтому данный танк в игре уже, ну, без малого 9 лет. Он был доступен за реферальную программу, его очень многие игроки успели как-то прокачать, да, получить и все остальное, но он практически не встречается, и чтобы понимали, насколько с ним ситуация плоха, это самый худший премиум танк на восьмом уровне. Их есть два, есть АМХ М4 МЛЕ 49 Лайберти, да, то есть это, ну, тот же самый танк, только вот со стилем идет. Вот, на нем, чтобы взять три отметки, нужно 2190, то есть, ну, это реально мало, то есть даже на Ягдтигре 8.8 больше. Если брать обычного, да, там АМХа, он, конечно, чуть-чуть повыше находится, но все равно он недалеко ушел, 2400, то есть по совокупности, вот то, как играют на нем игроки, да, по отметке, это самый худший премиум танк восьмого уровня. Почему? А потому что те плюсы, которые я назвал, а именно в виде бронепровития, а именно там то, что пушка опускается вниз и все-все-все остальное, они вот перечеркаются просто-напросто теми минусами, которые есть у данного танка. Вот смотрите, вы берете орудие, вроде бы бронепровитие шикарно, да, бери и фарм, и точность вроде бы, и у воена есть, но при этом сводка долгая, я не знаю, она бесконечная, как земная жизнь, это раз. Во-вторых, стабилизация отстойная, во-вторых, ДПМа нету, и что нам делать с этим? При еще и небольшой эльфе, ладно бы альфа, там 400, там 450 была, окей, я понимаю, да, если бы закос был по ДМХ, окей, понимаю, ну а так, что здесь, вообще ничего нету, поэтому те плюсы, которые есть у орудия, они перечеркиваются. Вроде бы бронирование действительно есть достойное, но базовые хп 1500, закалку сюда ставить, ну, не получится, хотя очень бы хотелось, да даже закалка 1650, это немного будет, когда речь идет о КВ-5 льготном, который 2000 хп может иметь, а это 1650. То как бы и не туда, да, поэтому выживаемость на данном танке у вас будет хромать, поэтому та броня, которая есть со лба, она, во-первых, страдает за счет количества хп, это раз, а во-вторых, она страдает еще очень сильно из-за комбашенки, которые бьют только в путь. Поэтому это тоже проблема. Мобильность, вроде бы на бумаге все хорошо и написано, на самом деле он очень плох в мобильности, очень такой вязкий, туговатый, поворачивается медленно, поэтому по мобильности нету и нету обзора, поэтому он не может сам себе, грубо говоря, супер там что-то высвечивать, подсвечивать, конечно, если вы прям не супер экипаж сделаете. Вот стреляет он, но испытывает при этом большие проблемы, то же самое с танкованием. Поэтому, ну вот сугубо прям назвать данный танк самым плохим на восьмом уровне, у меня язык не повернется, потому что он что-то может. Но если даже взять вот то, как мы вчера провели на стриме 15 боев, кстати, разыграли голдишку, поэтому обязательно приходите на стримы. Что у нас было? У нас было 1700 среднего урона и 507 ассиста, этого хватило на 3 отметки, между прочим. 15 боев, 26% побед, резервы были всего лишь плюс 50 кредитам, и что у нас получилось? 673 тысячи нафармлено за бой. 44 тысячи, ну почти 45 тысяч серебра в среднем за бой, без учетов там боевых задач, там всяких разных бонусов, всего остального. Чтобы понимали, много это или мало, то на Лорейне мы сделали в 2 раза больше, то есть там 1 350, а там 90 тысяч серебра было в среднем за бой. При всем при этом процент побед и все-все-все выше. Поэтому мы с чатом посоветовались и поставили данному танку 3 по фарму, 2 по нагибу и 3 по геймплею, потому что, ну геймплей может быть кому-то танкование понравится, но действительно геймплей такой скучноват. По геймплею мы поставили тройку, двойку, потому что он никого не нагибает, только шестые уровни, но которые нам не попались, по-моему, за, в принципе, за весь наш стрим ни разу. Поэтому данный танк вам не нужен, если вы думали, что слить в трейд-ин, то это один из действительно хороших вариантов, как бы мне не хотелось говорить прохо об АМХ, потому что я все-таки, ну, всегда придерживался того мнения, то, что это не самый плохой премтанк. Но вчерашний наш стрим и, как бы, игра показали то, что в 2023 году, я думаю, в принципе, наперед, если данный танк не апнут, он будет не актуален. Поэтому 3 по фарму, 2 по нагибу и 3 по геймплею это очень плохо. То есть, чтобы вы понимали, у нас даже Prima Victoria с СТРВ-81 на три троечки завоевали, то есть, и то они даже были получше, чем это Тунчис. Ну, а вы, если не хотите пропустить дальнейшие стримы и видосы по всем премтанкам 8 уровня, то обязательно подпишитесь на мой канал и приходите на стримы. На стримах разыгрывается голда, на стримах, собственно говоря, и тестируется данный танк. Вот, а если вам нужна вот эта онлайн-эксель таблица, которая доступна 24 на 7, она постоянно пополняется, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, который будет в описании. И там в закрепе, я не помню, там первый, второй или третий пост, и там она обязательно у вас высветится. По закрепам пройдетесь, там несколько постов будет, и там будет ссылка на эту онлайн-эксель таблицу. Плюс ко всему, у меня зрители на стримах выбирают, какой следующий премтанк будет раскатываться. Они выбирают 10 машин, потом 10 машин я запускаю в вопрос в телеграм-канале, ну и потом уже какая-то тачка у нас выиграет. Кстати, заходите сегодня, буквально вот через какое-то время там будет тоже у нас розыгрыш. Вот, ну и в принципе как-то так. Ну, еще по ссылкам есть канал на матрешке, который, матрешка ТВ, если вдруг слышали, там будут у меня выходить видеоролики, которые не будут на ютубе, Поэтому тоже обязательно туда подписывайтесь, там очень простая регистрация. Ну и есть серва КС 1.6 для танкистов, если кому интересно, тоже залетайте по IP-сервера, есть в описании. И, ну, как бы можете зайти покатать, пообщаться с танкистами на тему Contra-Strike 1.6. Ну, в общем, ребят, как-то так. Все необходимое сказал, поэтому как-то так. Большое спасибо за просмотр, лайки, подписчики, комментарии, все в таком духе. До новых встреч, пока-пока.